Важные новости Немецкий боксерский клуб «Османин Германия» получал деньги от турецких властей на закупку оружия, организацию протестов и преследование оппонентов президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования, проведенного программой в «Хонтал-21» немецкого телеканала «ЗДФ», совместно с ежедневной газетой «Штутгардер Нахиснен». Как передают Deutsche Welle, в основу материалов легли перехваченные полиции и телефонные разговоры, а также другие данные, полученные в ходе следствия, а затем попавшие в распоряжение СМИ. «Османин Германия», который называет себя боксерским клубом и братством, уже давно находится в поле зрения властей Германии. В общей сложности организация имеет около 20 отделений и 2500 членов по всей стране. По данным полиции, член правящей в Турции партии справедливости и развития, ПСР, и доверенное лицо Эрдогана, Митин Кюлюнг, передавал руководству клуба деньги, напрямую или через посредников. За это боксеры-любители должны были преследовать проживающих в Германии курдов, и оппонентов Эрдогана. Предполагается, что Кюлюнг несет ответственность, и за организацию протестов в связи с принятой в 2016 году резолюцией Бундестага, в соответствии с которой массовые убийства армян в Османской империи в начале 20 века признаны геноцидом. Одним из главных доверенных лиц турецкого парламентария являлся экс-глава Османин Германии, Мехмед Бахчи, который с 2015 года находится в Германии под стражей в ожидании суда. Второй ключевой фигурой был вице-президент клуба, Сельчук Шахин, на данный момент он также и за решеткой. На записи телефонных разговоров слышно, как Кюлюнг призывает своих соотечественников бить курдов, палками по голове, снимать это на видео, и отправлять видеозаписи, турецким властям. Те, в свою очередь, могли бы использовать их для устрашения оппонентов Эрдогана. В ответ Мехмед Бахчи в разговоре хвастается наличием очень хороших связей, с помощью которых он может установить контакт с турецкой разведкой МИД. По его словам, его знакомые могли бы уладить то дело с РПК, имея в виду запрещенную в Турции рабочую партию Курдистана. То дело – это демонстрация курдов в Штутгарте в апреле 2016 года, переросшая в серьезные столкновения между курдами и турками. В результате около 50 немецких полицейских получили ранения. По данным следствия, Бахчи пообещал одному из ключевых советников Эрдогана действовать в интересах Анкары. И бороться с проживающими на территории ФРГ террористами, пишет Deutsche Welle. В июне 2016 года сотрудники правоохранительных органов воочию наблюдали за тем, как Кюлюнг в Берлине собственноручно передал Бахчи два конверта, в которых, по всей видимости, находились деньги. Сразу после этого Кюлюнг позвонил Эрдогану и организовал протесты против решения немецкого парламента признать убийство армян в 1915 году в Османской империи геноцидом. В протестах участвовал и клуб «Османин Германия». По данным расследования, Османин Германия также поддерживал связь с Союзом европейско-турецких демократов, европейским лобби ПСР. В одном из перехваченных телефонных разговоров, Кюлюнг призывает главу Мангеймского отделения этой организации, Илмаза и Илкая Арина позаботятся о том, чтобы проучить немецкого сатирика Яна Бемермана, за его скандальный скетч про Эрдогана. Бемерман был об этом предупрежден и на несколько недель выехал из страны. В ходе других телефонных разговоров со своими соотечественниками, Арин призывал их вооружиться, обещая помочь им приобрести чистое оружие. По данным следствия, в июне 2016 года, экс-глава Османин Германия, Мехмед Бахчи также заказал 10 пистолетов у выходца из Сербии, живущего в Германии, указывается в материале. Как отметил в интервью газете «Штутгарден Сайтун», сопредседатель партии «Союз 90 Зеленые», Джамос Демир, расследование служит подтверждением того, что длинная рука Эрдогана в Германии никуда не делась. Немецкие следователи и власти ряда федеральных земель ведут за клубом Османин Германия интенсивное наблюдение. Что же касается турецкого парламентария Метина Кюлюнка, то он проигнорировал запросы немецких СМИ прокомментировать имеющуюся в их распоряжении информацию. В то же время на своей странице в Твиттер, он крыл вымышленные материалы «На чем свет стоит». Субтитры создавал DimaTorzok